Всем привет, дорогие друзья! Друзья, у нас премьер-лига, четвертый тур, который не БСР, и, другими словами, резервный тур. Сегодня у нас встречается Олимпий Донецк и Ково с Ковалевкой. Общие параметры на ваших экранах матча, так что устраиваемся поудобнее, запасаемся чипсами, кока-колой и еще чем-нибудь, ну и желаю вам приятного просмотра. Поехали! Поехали! Тауз! 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 спортивный комплекс олимпик город донецк сегодня принимает этот матч у нас 7 часов вечера уже близится к концу этот день но как видите команды всего играют и олимпик у нас сегодня играть в белой форме основная полос приехали в черный старт и состав команды олимпик на шагахана главный тренер команды александр новиков тактика без изменений у него обычной тактикой принципе играет полоскова оливка у нас сегодня тоже тактика без изменений главный тренер команды назар коваленко который уже играет два матча без поражений и показывает очень хорошую игру как тренер команды полоса что ж начинаем этот матч я думаю он сегодня нам покажет интересную игру чемпионата у нас уже нарушение начале матча как видите шапаренко делает подачу вперед хороший заброс был но как видите ничего не заходи с мячом перехват сурикова очараба подача вперед за виски теряет здесь мяч но он все таки сумел его отобрал в олимпика сейчас игра вообще не клеится подопечный александра новикова в основном проигрывает занимать сейчас 12 строчку чемпионате команды только по моему четыре очка скажем так набранных вот не получается пока выигрывать толком крайне раз они играли в ничью с горского и сыграли там один-один посмотрим как они в этом матче сыграет лучше будет у кого сажи наоборот статистика чуть-чуть получше будет прошу матч команда с ковалевки выиграла не право себя дома со счетом 3-0 скажем так как молния среди неба появился вот смотрите у нас опасно сейчас было удар это даже не назвать ударом но опасно было бы не забивать да тут качак прям стал точной позиции диму нужно было бы а потом второй удар какой-то слабенький ну почему так слабо ударил не было по моему там и забивать открывать счет тащи нет не выходит пока олимпика делать атаки в принципе одна и та же игра и не знаю вот новиков почему-то из них вообще никаких не делать в команде один раз я помню что-то сделал и то там с нарушениями сначала было потом вроде кинул но вернулся к старой тактики а вот атака сейчас было бонни штанга ай-яй-яй-яй но здесь можно было и забить второй момент голос не использует еще один точнее еще одна подача сейчас было но похоже судья фиксирует офсайд да на линии был бонни как раз и шапаренко 20 минута матча у нас уже половина тайма прошло официальный спонсор лиги у нас сообщество без мастер ру ребята которые разрабатывают украинской лиги делать формы лица командам но усовершенствуют и дают нам возможность скажем так показывать для вас команд с наилучшими формами и прочим дизайном так что скачивай приобретай и играй с мастер разовийский сейчас какие создать итаку им было поздно бонни понят здесь опять же ошибся и снова мяч в аниме пока олимпик еще не показывает ну как они начали хорошо не спорю но реализации вот и все в принципе правильные вот пока докопаться не к чему игроки как раз те что должны играть вот и я думаю коваренко сегодня настроение зарабатывать еще 3 очка в копилку вот и это будет реки его матч без поражений так что все может быть подачи сейчас было здесь твс вынес этот мяч на угловой и похоже маленький швед сейчас будет делать подачу нет не вышло но пока остается мяч у вас еще одна подача вот здесь надо забивать они и кича какой удар достал но похоже судья здесь зафиксировал апсайд но я не знаю да если бы мартин шкателл не трогает мяч то я думаю апсайда бы не было там как раз шепаренко был в пассивном апсайде вот я думаю судья бы не засчитывал можно было бы и забивать но как видите шкателл подумал что он умнее и похоже даже не забил цуриков здесь нарушает правила у нас против заходи грубо он сыграл и похоже сейчас будет исполняться штрафной а вот удар нет это подачи скорее всего было и похоже на ничем не завершилась старается олимпик вот сейчас они уже начали были переходить его в атаку чтобы ленко пазма петряка но похоже петряк потерял вот еще разлива бы дань и здесь но тут как видите защита не дремлет у полоса и попально отобрали мяч и даже начали развивать свою атаку коза же поднялся на пару строчек выше вот не про прошлом матче и в принципе если сегодня еще и побеждает этот манчик то могут еще выше подняться у команды уже будет 11 очков вот сейчас в принципе я могу и проверить посмотрим на самом деле занимать место голос скажу вам почта чтобы не было никаких вопросов домыслов и прочее прочее ненужной информации ну и по крайней мере которые не хочется слышать мякушка мог пройти по фанге но мяч по моему остается у голоса в общем на кого сейчас 8 очков после матча с днепром у них удар боли девяточка а вот это было но наконец такого все-таки забивает этот гол реализовали наконец-то этот момент но какой гол я вам скажу какой удар у нас здесь был просто опасно смотрим еще раз здесь вот подача была хорошо цуриков подал на бони потом и была снова дал ему пас а не было дал на мякушку а мякушку одним касанием на бони и бони также тем же одним касанием забил такой вот красивый гол и вот вот сейчас поднимается на третье место пускай азарю динамо и верес на одну позицию есть вот видите все таки за пару игр и команда поднялась можно сказать со дна у нас близится первый тайм да заканчивается это тайм и мы немножко передохнем и вернемся к второму тайму пока смотрим статистику матча да 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 Продолжение следует... 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 в восьмом туре. Команда будет встречаться с Металлист 19-25. Они, кстати, будут играть еще потом после этого в Кубке страны сразу же после этого матча. Так что будет едва у нас противостояние между этими пылами. А Кос будет играть с Запорожским металлургом. Чуть-чуть более удобным соперником. Хотя, в принципе, металлург в последней еду тоже начал набирать форму. Чуть-чуть лучше стали играть. Еще и за Рипа выиграли. Так что, я думаю, в принципе, пристает какая-то такая игра с сюрпризами для команды Коваренко. Мякошко сейчас мячом, может дойти до штрафной. У нас, похоже, здесь Альварена жерткая игра. В принципе, чисто сыграл. Да, сыграл чисто. И сейчас Олимпий пытается дойти до ворот Колоса. Еще одна замена в матче у нас. Смотрим, кто же это будет. Евгений Пасич выходит вместо Тараса Завийского подача. Колос также делает замену. Вместо Марина Шведа выходит 2D Мюко. Петряк. Мюко, кстати, частенько выходит с замен. Точнее, на замену выходит на поле. Вот. Как видите, все-таки отдает предпочтение тренер команды для Мякошко. Для Шведа. Но замена была только что у Колоса. Тетты вышла на поле. Подача, удар и похоже мяч уходится в белое поле. Смотрим еще раз здесь. Да, опасность здесь была. 4-6 по ударам, как видите, в этом матче. В принципе, Колос что-то пытается сделать из этого, но тяжело им дается. Защита не дремлет у Колоса. Так что, я думаю, будет, я не знаю, Колос уже забьет сегодня, не забьет. Это будет видно. Вот еще одна передача Бонни была на Тетты, но она ничем не завершилась. Чемпионат в самом разгаре. Много игр, много всяких трудностей. Но, как видите, мы справляемся. Это для вас проводим матчи. Вы составляете тактики. Ну, вот, мне понравилось то, что Заря вслед за Металлургом. Не хочу, конечно, обижать никого, но, как видите, нарушения все-таки были. Заря не подготовилась к матчу, не выставили состав на игру и даже не предупредили. Поэтому заработали вчера техническое поражение. Он дали киевскому динамо чистые 3 очка. Еще одна подача здесь опасная была у ворот Олимпика. И судья, похоже, дает финальный свисток. В общем, Колос зарабатывает еще 3 очка в свою копилку. Поднимается на третью строчку. Поздравляю команду Коваленко с очередной победой и желаю дальнейшим успехов. Олимпику, ну, Новику нужно что-то делать, но надо как-то менять. Какие-то перестановки делать. Статистика матча на ваших экранах. У нас, как видите, он все-таки немножко сильнее сыграл. Вот. Дальше смотрим у нас лучший игрок матча Джанели Имбула. Вот. 7-0 оценка также Сергей Мякушко заработал оценку с 7-0 в этом матче. В принципе, Имбула, да, заслужил за вот этот вот гол красивый. Так что, я думаю, претензий к нему не должно быть. У Олимпика лучшие игрки матча по 6-5 сработали Марек Гамшек, Талес и Альваренга. Вот. Все по 6-5. Забивали у нас сегодня, повторюсь, в ее Фредбоне 44-й минута матча. Это его уже, если я не ошибаюсь, должен быть или второй, или третий гол в чемпионате. Вот. Уже не один раз забивал. И Джанели Имбула. 55-ая минута матча у нас. Желтых карточек у нас не было в этом матче, поэтому ничего страшного. В Олимпика замены сегодня были. Выходил Карабога, выходил Евгений Пасич, брат Пасича, который играет в Вересе. Вот. У Коваса выходил Вадим Милко и Тетт вместо Микола Шепренко. Что ж, будем прощаться. Всем спасибо за просмотр матча. Надеюсь, вам понравился этот матч. Так что встретимся уже в следующем матче. И желаю вам и тренерам успехов. И надеюсь, матчи будут все лучше и лучше. Так что до новых встреч. До свидания. И смотрите футбол. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok